Привет, друзья! С вами Даша и канал «Это просто!». Сегодня расскажу о популярных сервисах для путешествий и дам несколько советов тем, кто отправляется за границу. Данный обзор содержит большое количество приложений для путешественников. Для удобства я разделю их на блоки, а ссылки оставлю в описании к видео. Итак, приступим. Сперва рассмотрим сервисы для покупки авиабилетов. Подробный обзор популярных приложений вы можете посмотреть в отдельном видео на канале, здесь лишь кратко рассмотрю несколько. Первый сервис – это всем известный авиасейлс. Позволяет строить сложные маршруты из нескольких перелетов разных авиакомпаний. Календарь низких цен отражает динамику изменения стоимости билета, так вы можете подобрать дату поездки с наиболее выгодным предложением. Если вы только планируете отпуск и еще не знаете, куда поехать, то карта с отображением цен поможет выбрать направление. Следующий сервис – Скайсканер. Также позволяет строить сложные маршруты и искать выгодные предложения. Сервис позволяет спланировать поездку при помощи системы персональных рекомендаций, услуг бронирования отеля и аренды автомобиля. Карта цен на авиабилеты поможет выбрать страну и дату поездки. Последний сервис – One2Trip. Помимо покупки авиабилетов, предоставляет возможность приобрести ЖД-билеты и билеты на автобус. Это становится наиболее актуальным для поездок по России или для путешествий в ближние зарубежья. Сервис возвращает до 10% страт на путешествия, которые вы можете потратить на повседневные покупки и бесплатные поездки. Здесь же упомяну еще два полезных приложения. Edward Wallet – помогает отслеживать бонусные мили, баллы и любые другие награды за покупки авиабилетов. CheckMyTrip – сохраняет все данные ваших перелетов и помогает не заблудиться, если вы летите с несколькими пересадками или планируете посетить несколько стран. Вместе с покупкой авиабилетов логично бронировать жилье на время вашего путешествия. Подробный обзор сервисов и приложений есть в отдельном видео на канале, поэтому лишь кратко упомяну различные варианты проживания за рубежом. Для бронирования отелей подойдет сервис Booking. Здесь можно выбрать подходящие варианты по цене, отзывам и фотографиям. Среди доступного жилья – апартаменты, коттеджи, гостевые дома, хостелы, виллы и шале. Если вы хотите забронировать апартаменты, квартиру или отдельную комнату, то лучшим вариантом будет Airbnb. Сервис поможет сильнее окунуться в атмосферу страны и прожить несколько дней или недель среди местного населения. Как и в случае с Booking, при выборе варианта для бронирования важно опираться на количество и качество отзывов, фотографий и рейтинг владельца квартиры или отеля. Агрегатор предложений Room Guru поможет сравнить цены на отели среди множества вариантов от различных туристических сайтов. Если вы планируете бюджетную поездку, то в таком случае хостел будет лучшим местом проживания. Варианты с отзывами, рейтингом и фотографиями вы сможете найти на Hostel World. Покупать авиабилеты, как и бронировать отели, нужно сильно заранее. Это позволит, во-первых, найти наиболее выгодный вариант, во-вторых, обезопасить себя от резких скачков цен, к примеру, если в городе планируется крупное мероприятие. Если все же жилье найти не удалось, то сервис Hotel Tonight позволит найти вариант по подходящей цене в самый последний момент. Следующий блок рекомендаций пойдет о банковских картах для оплаты за рубежом. Чтобы не потерять деньги на конвертации и валют, лучше оплачивать товары или услуги при помощи карт со счетом в евро или долларах. Кратко упомяну основные предложения банков. Tinkoff Black предлагает бесплатное обслуживание валютного счета, кэшбэк за покупки и бесплатное снятие наличных. Карта польза Travel от банка Home Credit предоставляет повышенный кэшбэк в категории путешествия, бесплатное обслуживание, доступ в бизнес-залы и бесплатную страховку путешественника. Статус карты Visa Signature позволяет получить дополнительные бонусы. Карта Alpha Travel от Альфа-банка тоже имеет статус Visa Signature с дополнительными скидками и специальными предложениями для путешественников. Помимо этого держатели карты получают повышенный кэшбэк милями, процентный остаток и бесплатное обслуживание. Лучше за границей при себе иметь несколько карт. Другие советы и подробнее о выборе банковских карт для путешественников вы найдете в отдельном видео на канале. После того, как вы определились с билетами и местом проживания, важно понять, что именно вы хотите посетить в путешествии, какие музеи, может быть выставки или концерты. В этом помогут отдельные приложения и сервисы. Пожалуй, самым популярным из таких является TripAdvisor. Здесь вы найдете лучшие рестораны, кафе, бары, туристические места с подробным описанием, рейтингами и большим количеством отзывов. Поскольку это действительно самое популярное приложение с подобными рекомендациями, то вы найдете подходящее заведение абсолютно в любом городе или пригороде, в которое вы направляетесь. Чтобы не натолкнуться на толпу туристов, выбирайте менее популярные места. В дополнение к TripAdvisor рекомендую еще два сервиса. Первый – это Yelp, который особенно популярен в Америке и Европе. Второй – Foursquare. С недавнего времени также рекомендуют места путешественникам. Все рекомендации формируются на основе личных предпочтений, рейтинга локаций и подсказок других пользователей. Есть два фактора, которые могут испортить ваше впечатление о стране – это толпа туристов и языковой барьер. Сервисы Tripster и Sputnik помогут решить данные проблемы. Здесь вы можете заказать экскурсии по необычным местам от русскоязычных гидов. Каждый город на выбор предлагает различные маршруты и темы. Так вы сможете познакомиться с музеями, архитектурой и местной кухней. Страница экскурсии содержит подробную информацию о гиде, теме, стоимости услуг. Здесь же вы найдете информацию о свободных датах. Если вы самостоятельно планируете путешествие и хотите свободно ориентироваться в чужой стране, то вам понадобятся мобильные карты. Приложение Maps.me предоставляет бесплатные, быстрые карты с навигацией и подробным расположением всех возможных мест и заведений. Карты и всю информацию о посещаемом городе или стране можно загружать на телефон и пользоваться офлайн. Get Your Guide – последнее приложение в данном блоке рекомендаций. Оно предоставляет доступ к бронированию билетов в интересные места по всему миру. Здесь же вы можете найти лучшие мероприятия, построить маршруты и записаться на экскурсию. Как правило, самые интересные места в городе находятся за пределами пешей доступности. В таком случае понадобятся аренда автомобиля, заказ такси или общественный транспорт. Для заказа такси подойдут приложения Uber, MyTaxi, Lyft, Taxify. Лучше предварительно узнать, какой именно сервис работает конкретно в вашей стране. К примеру, в Испании это Cabify. Арендовать автомобиль можно с помощью ранее упомянутых сервисов SkyScanner или One2Trip, а также на сайте RentalCars в проекте от Aviasales. Если планируете пользоваться общественным транспортом, то лучше подбирать приложения конкретно под страну. К примеру, Journey Planner подойдет для Ирландии, а BKK – для Венгрии. Если хотите дешево путешествовать между странами Европы на автобусах, то подойдут приложения Flixbus и Bassradar. Сервисы помогут выбрать подходящий рейс по маршруту, цене и времени, а также забронировать билет. Заключительный блок рекомендаций будет касаться мобильной связи и интернета. Международная сим-карта DreamSim работает в 197 странах и обеспечивает стабильную связь, быстрый интернет и доступные цены. Здесь нет лимита по трафику и звонкам, отсутствует абонентская плата. Вы платите только за фактическое использование услуг. Цена сим-карты DreamSim составляет 10 евро, доставка на дом за один-два дня. С тарифами конкретной страны можете ознакомиться по ссылке в описании. Бывает, что некоторые сайты или мобильные приложения заблокированы в определенных странах. VPN-сервисы позволяют обходить подобные ограничения. TouchVPN – одно из самых популярных бесплатных приложений. Но если же вы хотите стабильное и защищенное соединение, то рекомендую установить NordVPN. Данный сервис гарантирует конфиденциальность и высокую скорость интернета. С тарифами вы можете ознакомиться по ссылке в описании. В заключении приведу дополнительный список полезных приложений для путешественников. Сервисы LinguaLeo и Skyeng помогут изучить базовый английский язык для туристов. Flash поможет отыскать ближайший туалет. Наверное, самое полезное приложение в сегодняшнем обзоре. Конвертер валют поможет определить точную стоимость товара или услуги в переводе на привычные деньги. Здесь вы можете выбрать любое приложение, которое вам подойдет по дизайну. К примеру, есть легкий конвертер валют с оффлайн-режимом. Google-переводчик для общения с иностранцами. Можно пользоваться без доступа к интернету. Еще один полезный ресурс покажет, где какие розетки используются. Интерактивная карта поможет определить необходимый переходник при поездке за границу. Таким образом, все ваши устройства останутся в рабочем состоянии. Ссылки на все упомянутые в обзоре сервисы и приложения вы найдете в описании к видео. Напишите в комментариях, какими сервисами или приложениями вы пользуетесь при организации и путешествии или непосредственно в самой поездке. С вами был канал «Это просто», ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь опытом и задавайте вопросы в комментариях. Вас ждут еще больше полезных видео.